Бойцов международного поединка. В синем углу октагона. Бойцу 20 лет, его рост 175 сантиметров. В его активе одна победа и одно поражение. Представляет команду Сечпро Россия. Встречайте, Максим Черствой. Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 21 год, его рост 175 сантиметров. Представляет Нур Султан Тим. Встречайте, Асадбек Зухри. Динов! Узбекистан! Рефери в октагоне Александр Гребнев. Поддержать сначала, атакуешь, то нормально будет. Встречайте, Асадбек Зухри. Асадбек Зухри. Играет музыка. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Выхода на рычаг колена. Нет, выходит Асадбек. И снова позиция бокового контроля в исполнении Асадбека Зухридзинова. Максим Черстовой снова внизу. И три минуты до конца у нас второго раунда. Ну и пока, наверное, какую-то симпатию по половине второго отрезка можно дать в сторону Асадбека. Он очень много показывает активных действий и в целом очень хорошо смотрится в клетке. Ну и сейчас Максим располагается еще ближе к своему углу. Продумывал алгоритмы и все в одно движение его сделать. Попробуй треугольник. Долго не думать только. Так же, как ты в первый раз сделал, попробуй через... Вот, смотри, много ли человек отдавливает, просни мне треугольник себе. Он опять будет тянуться, смотрю. Сейчас право будет тянуться. Ну и на самом деле Максиму необходимо в этой ситуации что-то придумывать. раунд пока. Можно сказать, что проигрывает он в шестую. Асадбек показывает очень хороший контроль. И, наконец, Максим предпринял попытку подняться. У него это получается. И Асадбек снова переводит, но теряет, хотел я сказать, позицию. Могу, собственно, так и произойти, но вовремя Зухридинов сориентировался. Хотя вот сейчас есть... Была попытка накинуть треугольник. Максим через то, ей не воспользовался. Хотя, может быть, и желания у такого особо не было. Спокойно он ждет своего оппонента в борьбе. Не хочет вставать. Вот сейчас, не сам, может быть, удачным путем он начал это делать. Подхватывает снова левую ногу Асадбека. И отдает спину просто. Просто отдал спину сам Максим. Совершает ошибку и... За голову, возьми его. Возьми его за голову, переверни. Встать на стопу, жопу наверх. На вторую стопу тоже встать. И за 30 секунд до конца второго раунда. Была попытка удушающего приема со стороны Асадбека, но Максим сумел выбраться из опасного для себя положения. И уже сам оказался в позиции гарда. Обмен ударами. Очень хорошая здесь, можно сказать, плюха залетает от Максима. Снова Максим сам уже откатывается спиной на канвас. И приглашается у оппонента побороться. И Асадбека мощными вколачивающими ударами заканчивает второй раунд. Так, все, хватит, все, сейчас третий раунд, и еще. Макс, по раундам 1-1. Решающий раунд. Надо сейчас всего себя оставить. Может, опять кинуться тебе в ноги. Стреть его колено. Водстроль его грамотно. Не кидайся на него. Сделай какие-то грамотные движения. Макс, осознанно. Макс, соберись, блядь. Все, есть. Понимаешь? Знаете, надо. В том, что вы сейчас начали, в тот раунд выбирать, выбирать, и уйдет. Сейчас, моя мать, я снова сюда не могу. Почему больше тебе приходить? Вот, да. Беги, там, покажи. Скурску на ботану. Скурску на ботану, чтобы тетку, тетку. Скурску на ботану. Скурску на ботану, этому. Ааааа! Стаса? Скурску на ботану. Скурску на ботану. Ну что, дорогие друзья, возвращаемся в Санкт-Петербург, где третий раунд. Максим Черсовой против Асадбека Зухреддинова. Раунд, который должен расставить все по своим местам. Снова попытка Максима броситься. Здесь сразу в борьбу наталкивается он на мощное сопротивление со стороны Асадбека. Снова оказывается Максим на спине, но это такая очень технически красивая джиттерская работа. Ну и если честно, сейчас слышно, как угол Максима Черстового возмущен происходящим. В клетке, дословно говоря, непонятно им, зачем Максим залез вниз, если ничего не показывает. Но, возможно, у этого парня припасена какая-то фишечка, какая-то домашняя заготовка. И при удобной возможности он обязательно ей воспользуется. Но пока Асадбек Зухреддинов пытается обойти ноги Максима. Очень в кофотном положении находится Асадбек. Хорошая работа сверху со стороны Асадбека. Максиму здесь нужно что-то выкручиваться, собственно, показать уже защитную джиттерскую технику, чтобы выйти из этого положения. Может быть попробовать свипануть своего оппонента. Пока этот поединок для Максима выглядит прям не совсем солнечным, если сказать по правде. Попробуй вот так-то встать. Вот сейчас это движение, вытащи палитр, ребят. Попробуй! Дэмит до конца третьего раунда остается. И Максиму необходимо что-то придумывать. Вот есть интересная попытка со стороны Максима. Поймал он на Кимуру Асадбека. Но не хватило фиксации, поэтому Асадбек сумел выбраться из опасного для себя положения. Прижимает сейчас черствового к сетке. И заправляет Асадбек ноги. Будет попытка удушающая. Последние полторы минуты остается Лухлядинову для исполнения этого приема. Но и Максиму нужно защищаться. Защищаться и выбираться. И что-то придумывать в концовке, потому что... Есть такое ощущение, что бой складывается не в его сторону. И есть хороший сфит со стороны Максима Черствового. Находится он в позиции сверху. Будут сейчас проходить ноги. 45 секунд у Максима, чтобы перевернуть исход этого противостояния. Не дает Асадбек Максиму ничего пока сделать. Очень хорошо и плотно он его держит. Максим отрывает свой корпус. Пытается это сделать. Не хватает Максима оттуда плитудных ударов. Нужно отрываться, не бояться пропускать. И просто пытаться вколачивать туда Асадбека. Но пока он проходит ноги за 10 секунд до конца. Ну и возможно что-то серьезное. Уже просто здесь не хватит времени. 5 секунд. И бой закончен. Очень яркий поединок показали бойцы. И ждем вердикта судей. Ну и передаю слово Денису Тиличко. Три зрелищных поединка. И ждем решения нашей судебной бригады. НРПРО. НРПРО. Уважаемые дамы и господа. В этом поединке раздельным решением судейства признается ничья. Поэтому подарим аплодисменты двум углам.